друзья я приветствую вас на канале технологии охоты и сегодня у нас такие небольшие посиделки об разговор об оружии о будущем скажем так оружейного рынка нашего и рынка всего что связано с охотой поэтому ребята разговор будет не быстрый и кто не торопится пожалуйста с удовольствием пообщаюсь по этому поводу с вами и с удовольствием поговорю на эту тему на тему оружейную и все что связано с охотой будущее того что происходит у нас стране будущее того что нас ждет вообще на рынке охоты и каким образом все это будет происходить давайте разделим на несколько частей в первую очередь разделим это оружие отдельно будет часть это патроны и отдельная экипировка и еще будет отдельно одежда для охоты в принципе в основном наверное в этом заключается до основа всей нашей охотничьей жизни давайте начнем с самого главного это оружейный рынок что у нас будет происходить что нас ждет и уже происходит давайте я вот это вот сниму чтобы не мешали значит начнем с оружейного рынка вообще в принципе то что вот как внешне наверно внешне он будет наверное в будущем на ближайшие несколько лет похожим именно на тот рынок который сейчас есть но это только внешне говорить о том что у нас в стране не будет продаваться европейского ружья нельзя почему потому что она продаваться будет точно так же как все дополнительные какие-то вещи экипировка одежда европейская ситка и так далее все это можно будет купить но за колоссальные деньги за большие очень гонорары поэтому европейское оружие у нас в стране останется но она останется на уровне премиального премиум дать для богатых для успешных людей будут вас иметь возможность покупать западные ружья европейские немецкие итальянские так далее поэтому и если у вас есть возможность приобрести какие-то европейское какое-то оружие это беретто бенели там бреда марокки и так далее я вам советую сделать это сейчас почему потому что дальше будет сложнее и самое главное что это будет происходить удорожание наверняка будет и самое главное что это удорожание будет не будет зависеть от курса доллара от курса евро почему потому что у нас в стране сейчас так называемый ублюдочный капитализм и ценообразование после за последние несколько лет ценообразование перестала зависеть от финансовых затрат продавца от финансовых затрат производителей так далее все зависит все исключительно на уровне я хочу больше денег я хочу меньше денег и так далее то есть то что сейчас происходит вот в оружейном рынке например такой яркий по поводу патрон все же все рассказы о том что там чего-то не хватает там контейнеров не хватает пороха не хватает еще что-то это полная ложь это вранье и всего хватает ребята всего хватает при желании все это есть но по поводу патрон я потом попозже поговорю на счет этого поэтому ценообразование у нас от балды но самое главное что и продавцы и производители в настоящий момент и видимо у них есть между контакт между собой ну что говорить что-то вроде сговора да и цены цены повышаются одновременно на все оружие на импортная первую очередь да никто не хочет друг друга подставлять и если кто-то поднимает цены поднимают цены все вот точно также можно проследить это допустим за подъемом дикой инфлякции за на продукты допустим когда ты приходишь в магазин да и подсолнечное масло которое стоило допустим 103 рубля ты приходишь на следующий день она стоит 113 причем всех производителей одинаково там 112 113 115 рублей у всех одновременно сразу все подсолнечное масло подорожало такого не бывает при нормальной здоровой экономики и тем более что при учете что затраты практически практически не меняются у производителей сейчас в оружии оружие то это вообще крайне в принципе крайне странно к примеру можно привести изменение турецкого цен на турецкое оружие которые в основном растут и обратите внимание даже это не только еще раз скажу в оружии но допустим туристические какие-то моменты у нас допустим туры например ту же турцию до очень сильно подорожали за последний год полтора то есть они выросли практически по цене в два раза это с учетом того что национальная валюта турции упала как минимум в два в три раза по отношению к рублю даже то есть не то что по отношению к доллару по отношению к рублю то есть она стала в два раза дешевле чем было до про кризисных проблем и сейчас по идее должны если тур там на троих стоил 150 тысяч сейчас это должно быть 75 это вообще по ей по нашим по рублевым или рублевым ценам должно быть очень дешево но это не происходит почему потому что все растет и надо сказать что растет не только у нас растет во всем рынке ценник ценник просто растет без каких-либо оправданий без каких-либо экономических таких вот для этого предпосылок просто ценник растет в том числе ценник будет расти и на турецкие ружья то есть сейчас вот у нас российское оружие да они подорожали да есть определенные затраты но вот в настоящий момент если вы обратите внимание то российского оружия но в магазинах но посмотрите на сайтах каких-то мир охоты еще кого там охот актив мир охоты какие у нас есть еще крупные сети можете посмотреть российского оружия практически нету почему потому что у нас идут сами знаете какие действия поэтому сейчас конечно рабочие руки нужны при производстве других вещей на самом деле если говорят что как бы линии на линиях на этих производят что-то другое там или пороха или еще что-то это все ерунда почему потому что производство гражданского оружия производство гражданских боеприпасов всего очень сильно отличается от военных поэтому взаимосвязи практически нет никакой единственная взаимосвязь может быть это использование рабочих рук человеческих и поэтому вполне вероятно понятно что оборонка сейчас работает круглосуточно и конечно все максимум люди все максимально заняты поэтому скорее всего на настоящий момент гражданское оружие практически не производится что будет дальше с нашим российским оружием с нашим рынком я вам скажу так что это в принципе не известно все зависит от того насколько долго продлятся действия и насколько как быстро они вообще закончится собственно говоря и закончится ли они вообще почему потому что может быть переместиться на другие территории и судя по тем масштабным действиям которые были 100 лет назад масштабные действия которые были 200 лет назад которые называют нулевая мировая война это может продлиться долго и в крупных масштабах все дело в том что те люди которые сейчас на сидят наверху они жаждут жаждут войны большой войны и желательно на наших континентах на нашем континенте евразия можно и африку захватить но главное чтобы это был не континент соединенных штатов америки не континент америки вот везде на нашей стороне на нашем полушарии они мечтают поджечь огонь практически везде в том числе и английские ребята хотят они надеются что это как бы вот эта шумиха их избежит но не избежит скажем так поэтому неизвестно что будет с российским оружием но но есть одно но да сейчас новых практически экземпляров наверное сложно будет купить но при появлении гражданского оружия нашего отечественного оружия это оружие должно обязательно покупаться я очень советую всем при выборе допустим тех же полуавтоматов обращать очень большое внимание на наше российское оружие почему потому что ну наверное многие уже знают что я как бы с недоверием отношусь к турецкому производителю и я не хочу чтобы наш российский производитель погибал в конкуренции с другими ребятами с иностранными фирмами в чем смысл да я сейчас вот на настоящий момент у меня практически ну все оружие у меня гладкоствольное оружие у меня западного производства европейское у меня немецкие немецкое ружье за ура 8 все остальное итальянского производства исключением является нарезное оружие вот я вообще в принципе говорю о том что нарезное оружие должно быть однозначно российского производства однозначно в принципе конечно можно использовать турецкие и западные европейские но если вы хотите качество качество стволов и всего и как бы сказать такую надежность и простоту в обращении все-таки надо покупать наше российское производство и я на этом стою прям плотно поэтому вот но но и здесь существует одно но да у меня иностранное оружие но это европейское оружие это немножко не входит в противостояние с нашим российским оружием это немножко другой сегмент это премиум это это оружие покупается совсем небольших количествах это не мешает российскому оружию первую очередь конкуренцию российскому оружию создает турецкие производители создают и в этом есть очень большой подвох люди конечно ведутся на это и в конце концов это может вылиться очень очень пагубными вещами в чем весь прикол с турецким оружием то что оно низкого качества это однозначно то что у него слабый бой это однозначно проверено мной уже не однократно то что стволы какой сплав да может быть они меньше ржавеют и так далее но себе покупать пока что я не готов да если мне какая-то компания предоставит на пользование бесплатно свое оружие полуавтомат я конечно буду пользоваться им почему бы нет тем более за их деньги если это сломается ружье мне его поменяют и вопросов не будет но сам покупать турецкое ружье я вряд ли вот в настоящий момент я вряд ли стану и есть здесь один одна фишка которую люди многие не понимают покупка турецкого ружья сильнейшим образом бьет по экономике нашей страны и бьет по нам самим охотником почему потому что да по принципу также поступают и китайцы и многие производители крупные производители имеющие определенные финансовые возможности заходя на рынок убивают тех производителей которые действуют на местных которые действуют на этом рынке в частности турецкие компании заходя на наш рынок предлагают дешевые оружие дешевое более-менее она красивая до внешне она хорошая внешне вроде орех более-менее неплохой и так далее вот и люди ведутся вот на эту дешевку покупая дешевое оружие и в конце концов свой местный производитель начинает чувствовать финансовые проблемы и в конце концов он начинает закрываться и перестает выпуск гражданского оружия я имею ввиду вот над наши о наших заводах после того ребята я вам сразу говорю о том что как только наше производство перестанет производить гражданское оружие как только перестанут выпускать тут же все турецкое оружие начнет бешено дорожать во первых будет может быть может быть будет увеличиваться качество оружия но в этом я сомневаюсь я не думаю что в ближайшие года сильно улучшится качество турецкого оружия да может быть какие-то дизайнерские дизайнерские проекты дизайнерские какие-то наметки будут улучшаться да такие как атонео икс там еще что-то но эти это эти ружья не поменяли сами по себе да они красивые но в то же самое время внутренняя начинка внутреннее состояние этих ружей никаким образом не изменилось и таким образом через какое-то время как только местный производитель прекратит свою работу оружие начнет дорожать это в два раза в два с половиной раза в три раза может подорожать да она будет дешевле чем итальянское оружие но в любом случае она будет дорогое то есть на уровне на уровне дешевого итальянского оружия может быть чуть-чуть там на 10 тысяч дешевле чем какой-нибудь там собаки или еще что-нибудь такое поэтому в этой ситуации нужно понимать что своего производителя нужно беречь и в первую очередь как бы обращать внимание на его товар я считаю что наше российское оружие вполне достойно для того чтобы им пользоваться на охоте да я как стендовик могу сказать что для стенда она не подойдет все таки ну можно конечно сделать но можно сделать и приклад и она будет хорошо вставать но механика этого нашего российского оружия она слишком слабо для того чтобы использовать ее на стенде в принципе то же самое касается и турецкого оружия однозначно турецкое оружие использовать на стенде но это смешно скажем так если я говорю о нормальных тренировках постоянной стрельбе они о том что кто-то там вася куролесов приехал два раза на стенде пострелял и заявил что там все зашибись нет не зашибись вот поэтому турецкое ружье очень за год она вылетит в труху скорее всего поэтому все таки это ружье охотничьи а для охоты для использования на охоте нашего российского оружия вполне достаточно за глаза тем более бой сплав металлу нашего российского оружия покруче будет то есть сами стволы и все прочее вот подобное но на уровне итальянских ружей и гораздо гораздо выше по уровню чем турецкие да у турок немного покрасивее но в принципе ребята я вам скажу так на охоте не до красоты на охоте важно как бы иметь собственную меткость собственную стрельбу они разглядывать там какое у вас ружье никому в принципе особо на охоте это не нужно поэтому я все-таки топлю за покупку наших ружей мр-27 мр-155 хотел бы я попробовать мр-156 не знаю получится или нет но я бы хотел попробовать это ружье у нас есть замечательные горизонталки причем наши горизонталки мр-43 это уровень я скажу так посмотрите сколько стоит ружье с горизонтальным с горизонтальными стволами горизонтальным расположением стволов посмотрите даже самые самые дешевые это очень большие деньги а у нас стране можно купить прям буквально ну по по оружейным понятиям за копейки можно купить новое ружье горизонталку причем интересно что европе в европе горизонталки стоит вообще диких денег как правило и с подобными ружьями охотятся все вся аристократичная знать европы причем вот допустим то что они у нас горизонталки не не имеют особого там какого-то украшения все очень строго все очень так аскетично посмотрите ружья у английской королевской династии да посмотрите с чем они стреляют и вы увидите абсолютно точно такой же аскетичное оформление оружия почему потому что важно не цыганостность такую вот оружие а важно именно именно само построение стволов и возможность вот охоты с этими ружьями да скажем так то есть мощность выстрела и так далее поэтому на я считаю в любом случае я считаю наше российское оружие при выборе наше российское турецкое все-таки надо приду отдавать предпочтение своему производителю кроме того это все-таки финансово составляющие деньги которые остаются в стране это люди которые работают на заводе да и это возможность у вас легкого и быстрого ремонта вашего оружия почему потому что запчасти да у нас могут быть там слабоваты пружинки через какое-то время выходят но если но турецкие ружья точно также выходят из строя достаточно быстро и если вы турка будете искать запчасти с проблемой то наши наши запчасти без проблем можно заехать наверное в любой оружейный магазин купить там запасные части для наших ружей вообще не составляет никакого труда то есть и стоит это очень очень недорого то есть у вас есть легкого быстро дешевого ремонта бах-бах подчинили быстро заменили и поехали то есть это даже комплект можно иметь с собой всегда за копейки его купить и собой иметь комплект и возить там на охоту просто положили в кармашек чехла и все конце концов то же самое у меня было и при использовании турецкого от они у меня всегда был с собой запасной затвор причем запасной затвор у меня был именно производства бенели у меня были какие-то там пружинки все это все это я возил с собой почему потому что я ключ его возил ключ который зовем завинчивать приклад почему потому что у меня откручивался приклад на тоннел и мне приходилось собой просто возить чемоданчик для того чтобы не исправлять какие-то проблемы с оттонео хочу сказать что год может быть полтора она у меня прожила но около года за этот год я настрелял там порядка там трех тысяч с этого оружия и она у меня начало сыпаться и я так счастлива и спокойно хотя очень хорошо оформлена аквапринт шикарный на нем был я его сдал почему потому что ну периодически я стреляю иногда с полуавтоматами на стенде это ружье вообще не идет может быть если исключительно в охотничьем режиме пользоваться может этого ружья и хватит мне не хватило то есть одна охота с проблемой 2 охота 3 охота с проблемой зачем мне нужно это ружье когда я прекрасно могу охотиться хотя бы с нашими если у меня спрашивали если бы у меня спросили какое ружье я бы купил при небольшом финансовом составляющей сейчас да я бы однозначно сказал мр-155 плюс сразу бы для него на оставшиеся деньги купил бы для него чехол дульное сужение какой-нибудь может быть дженами может быть паттер мастер там еще что-нибудь нашел бы такой или родной получок удлинитель 5 сантиметров поставил бы то есть все ремень там для него купил то все то есть на эти деньги можно было бы я думаю что купить достаточно много ну вот и был бы счастлив я думаю уверен что я как бы стрелял еще одно есть преимущество у мр-155 это ласточкин хвост это возможность ставить коллиматор и оптический прицел конечно оптический прицел не особо нужен а коллиматор на этом ружье и сыграл бы великолепную роль почему потому что там в пределах пятидесяти метров стрелять кабана на кормушке 12 калибром это просто великолепно да коллиматор главное чтобы у него точка была с подсветкой вообще шикарная вещь и самое главное у вас на этом ружье у вас не вам не нужно мастрячить там где-то на планку на еще куда-то да у вас есть ласточкин хвост и вы можете спокойно поставить там планку пикатинни еще что то вообще без всяких проблем или или может быть коллиматор сразу с креплением под ласточкин хвост и без всяких проблем все это ставится и это очень 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 удобно вот если почему я рассуждаю на эту тему и говорю о будущем оружейного рынка если мы будем слишком углублят углубляться на турецкое оружие то наше оружие будет продаваться все меньше 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 производитель в конце концов найдет лазейку отказаться от производства вообще нашего российского оружия под после этого мы будем покупать турецкие ружья в два в три раза дороже чем они сейчас есть ничем хорошим это не кончится не для нашего производителя не для нас с вами как охотников поэтому я хотелось бы мне на будущее видеть что наше оружие будет все-таки оставаться основным оружием которое покупается они турецкое то что касаемо давайте перейдем к следующему к патронам то что касается производства патрон производители патрон сейчас настоящий момент имеют гипер супер мега прибыль от продажи патрон в наглую абсолютно в наглую поднятые цены просто без каких-либо причин там с двадцатого или какого какого года просто без каких-либо причин задираются цены в наглую и ждать от и от них снижение цен не приходится если в это дело не вмешается государства ничем хорошим это не кончится каким образом может мешаться государство но это антимонопольная до контора или какой-то другой нужно необходимо просто создавать определенную государственную структуру которая будет следить за ценовой политикой предприятий в том числе и перепродавцов те которые у нас на рынке имеют также очень большие доходы с продажи патрон граждан гражданского патрона каким образом я считаю должно действовать должна действовать организация организация выдает предупреждение или представление или предписание со сроком недельного исправления ситуации если через неделю ситуация не меняется на предприятие выносится штраф в раз в размере дохода за девять десять месяцев работы этого предприятия то есть это должен быть штраф гигантский который и деньги этого оставшиеся деньги которые эта организация может позволить оставить этому предприятию должны пойти только там на погашение заработной платы и все то есть после внесения подобного штрафа производитель владелец этой организации не должен видеть там прибыли минимум я не знаю с полгода до чтобы чтобы восстановить свою свою работу предприятия почему потому что в другой ситуации никто у нас в россии поступать снижать цены не станет и контролировать цены не станет жажда супер прибыли у нас нас вот какой-то период был когда вот вторая половина после 2010 года вот до двух ты до двадцатого года вот период этот был когда производители поступали более-менее нормально да вот ценовая политика и кроме того в принципе еще и продавцы тоже не сильно наглеили но сейчас после сговора производителей продавцов цене гигантский производители ничего не теряя ничего не то что вот у них там то гильз не хватает то еще что-то то у них контейнеров не хватает поставить автомат который будет лить контейнер это копейки это сущие копейки я могу эту линию автомат этот купить он у меня будет шпарить эти контейнеры без проблем это то же самое что одноразовые стаканчики лить даже меньше расход то есть даже дешевле гораздо а контейнер продают по цене того же 1 разового стаканчика вот поэтому в настоящий момент производитель не имея каких-то существенных повышений затрат собственных имеет супер прибыли которые исчисляются в несколько раз больше чем они получали прибыль до 2000 года то есть это буквально там я не знаю в 10 раз больше получает денег сам владелец организации чем раньше не вкладывая не вбивая в это никаких финансовые средства не вкладывая ничего просто просто складывая в я предполагаю а с одной из причин этого может быть разрыв отношений с западными покупателями там и так далее то есть может быть рынок продажи сократился и производитель решил что ну раз рынок сократился то надо обдирать собственных граждан тех людей которые живут рядом с ними соседи до тех люди которые ходят мимо него по улице и так далее вот они в принципе этими занимаются то же самое производители там много продукции продуктов там и всего этого то есть они просто в наглую просто берут с населения дополнительные деньги и все причем еще раз повторю деньги исчисляются гигантскими прибылями в том числе и гигантскую прибыль имеет и оптовый перепродавец тот который занимается вот продажи нам патрон там тоже очень 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 большие прибыли скажем так уже сейчас в принципе спортивный патрон вырос по цене в пять раз и становится вот спортивные патроны они становятся уже дороже чем патроны охотничьи хотя навеска дроби меньше свинца меньше расходуется да как бы порох ничего не составляет его собрать его как бы навеска пороха даже меньше так далее но несмотря на это продавец уже ставит дороже почему потому что ну спортсменов есть деньги это аристократичный такой спорт на уровне большого тенниса поэтому ну раз есть деньги раз если хочешь стрелять покупай патроны по 50 рублей и все вот так такая политика хочешь стрелять покупаем не наплевать на тебя наплевать на то есть люди деньги на эту сумму или нету вот таким образом поступает сейчас производитель еще расскажу это ублюдочный капитализм это не я кстати придумал термин а что у нас дальнейшем будет дешеветь патроны не будут даже если сейчас обрушится доллар по цене там в два раза станет дешевле даже если все это вообще упроститься себестоимость патрона будет совершенно копеечная все равно снижение цен я думаю что не будет вообще то есть если стоимость патрона для производителя станет меньше в два раза он скажет замечательно прекрасно почему потому что разницу я еще приплюсую к своей прибыли и я еще буду больше по складывать себе в карман и еще больше будут иметь со своих граждан вот и все как бы вот на этом строится бизнес не думаю что вообще в принципе подешеветь да может подешеветь если какой-то выходит новый производитель типа сибири новосибирская еще что-то такое они выпускают достаточно дешевый патрон но у них патрон извините как бы вот сказать так интеллигентно да у них патрон это не патроны так какой-то комок грязи какой-то это очень слабый патрон очень мне он очень не нравится сибири и я вот у меня какое-то количество осталось еще сибири я их отстреляю и больше покупать эти патроны я не буду скорее всего сейчас концу зимы те патроны которые у меня сибири остались я их использую просто на пострелушки на съемку как у каких-то видео да споты стрелушками как я снимаю и все и на этом моя история с новосибирской сибирью закончится больше иметь дело с этим патроном я не хочу но там да он он подешевле остальных все остальное в любом случае дешеветь не станет самое самое удобное самое хорошее это если патрон не будет дорожать там год-два ну два года наверное это слишком может если за год ближайший не под не подорожает и то слава богу но спортивные раз патроны растут 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 с каждой партии продаваемой и будут дальше расти до тех пор пока их покупают то есть производителю проще произвести меньше патрон но прибыли получить в пять раз больше поэтому к сожалению вот так поэтому если у вас есть возможность сейчас закупаться каким-то недорогим патроном нужно действовать по тому принципу как мы действуем всегда разумно по поговорке да готовь сани с лета то есть сейчас нужно покупать патрон единицу двойку надо смотреть то что где-то распродажи может быть концу зимы будут какие-то выискивать да а сейчас вот в конце осени и зимой сейчас надо покупать патроны как раз именно на лето да это семерка это девятка десятка на мелкую дичь если кто-то как я стреляет мелкую дичь вот то есть именно сейчас покупать на лето а летом покупать на зиму вот так скажем тогда у вас будет возможность покупать какие-то более-менее дешевые патроны для себя скажу для отдельно скажу что я вот допустим летом где-то в июле или где-то в авгу по моему в августе я покупал патроны рио это европейские патроны по цене наших патронов то есть там в пределах там 50 или 40 что-то 42 рубля что ли стоил стоили это рио только 41 42 43 рубля стоили итальянские вот эти патроны великолепные для охоты как раз на лесу там на зайца то есть двойка единица вот такие патроны нули я покупал вот в конце во второй на и на половине августа хотят точно не помню ну короче в августе вот поэтому если у вас есть возможность покупайте сейчас патроны на весну на лето положите ничего с ними не будет вы прекрасно будете охотиться там где люди будут покупать на 10 рублей дороже за патрон вы будете пользоваться теми которые купили со скидкой поэтому производителей скорее всего новых не появится патронов скорее всего выбор патронов будет уменьшаться почему потому что ну если раньше при адекватной прибыли производителя у них была конкуренция между собой и они как бы пытались привлечь как-то охотников к покупке своего оружия ой своих патрон то сейчас при меньшем количестве патрон при сговоре производителей ценник примерно один и тот же так или иначе человек приходит покупать какая разница какой ему покупать если цена везде одинаково поэтому в принципе они перестали друг с другом конкурировать а просто имеют как бы договоренность между собой и имеют примерно там одинаковые равные равную прибыль да что там что там вот таким образом то есть еще раз повторю подешевление дешевине патрон не ждите никогда не будет точно так же как бензин доллар растет бензин дорожает доллар падает бензин дорожает в любом случае дорожает либо он дорожает потому что доллар вырос там нефти выросла в цене либо он дорожает почему потому что падает потому что за границу продавать получается дешевле и прибыли меньше откуда брать прибыль опять же со своих же значит надо своих обложить новым оброком и по-новому увеличить как бы плату за бензин да вот поэтому получается вот таким образом еще раз повторю ублюдочный капитализм таким образом только и работает и то что касаемо экипировки и одежды экипировку европейскую ждать скорее всего не нужно то есть вполне вероятно она будет появляться какие-то вещи но скорее всего если вы хотите какую-то импортную европейскую лодку или какие-то вейдерсы или еще что-то до экипироваться какие-то импортные вещи солидные то скорее всего это будет дорого это будет очень дорого поэтому я думаю что наши производители нашего нашей экипировки все-таки будут подтягивать свое качество к таким европейским вещам но конечно ценник соответственно будет естественно расти естественно за это повышение качества они захотят соответствующие деньги будет скорее всего сегмент как обычно и бюджетный и дорогой но это будет уже дорогой российского производства он не будет там стоить таких денег как европейские но все-таки это будет под подороже и точно так же да давайте сразу и перейдем в сравнение с одеждой точно так же как у нас продается одежда риммингтон да она как бы не такая дорогая как ситка одежда но в то же самое время она не дешевая и все равно у нее какие-то вещи дорожают и дорожают то же самое и у всего российского производителя то есть останутся скорее всего бюджетные определенные элементы потому что не все готовы покупать охотничий костюм там тройку риммингтон за 30 тысяч например вот некоторым ребятам нужно просто там охотничий костюм за две-три тысячи и такие будут оставаться да качество их будет по-прежнему слабенькое такое как вот сейчас часто продают дешевые качество не очень да это будут не стричь какие-то штаны не вот как у меня да я сколько не покупал таких недорогих хэбэшных вроде бы как бы одежды но она обязательно рвется штаны между ног рвутся потому что парень как бы я не худенький вот и и это будет продолжаться всегда но это как бы бюджетный сегмент и это хорошо что он есть в принципе да потому что в при бюджетном сегменте даже сейчас в бюджетном сегменте меняется где-то цвета камуфляжа еще что-то и доходят даже до знаете что-то уже на ситку похожие какие-то камуфляжи появляются в бюджетных вещах и это интересно действительно интересно но будут и топовые российские производители такие как сейчас есть и они будут увеличиваться это три тонн там и все все такое прочее да прает вот эти вот одежда и скорее всего появятся новые интересные производители одежды которые будут сшить уже на уровне на уровне ремингтона и так далее скорее всего будут заменять собой хсн я кстати по моему недавно видел очень неплохие такие теплые костюмы которые будут заменять нам харкела силент вот однотонные какие-то охотничьи вещи скорее всего тоже найдется хорошая замена я видел какой-то какой-то фирму tracker производят но несмотря на то что они вроде бы как бы продают какие-то такие вот болотного цвета вещи рекламы от них нету и поэтому как бы покупать их одежду я думаю что никто не будет и жадность она знаете такая штука когда люди жадничают допустим если бы взял взяла компания которая вот производит это эту одежду tracker предоставила бы охотникам до блогерам чтобы они поездили поохотились в этой одежде попробовали ее да походили где-то в городе и так далее то есть в экстремальных условиях и да тогда бы выложили свое мнение показывали бы и что говорить конечно это влияет на покупку однозначно но если организация не хочет как бы жадничает отдать блогерам там пять десять тридцать экземпляров костюма какого-то да разослать по стране но тогда это я думаю что эта одежда обречена сразу на вымирание и производитель просто это глупое жадное существо которое в принципе просто прогорит в в этом плане никто покупать эту одежду не станет без рекламы которая в охотничьей среде как бы она все-таки в первую очередь это слово человеческое когда рассказывают говорят и как бы делятся мнением об этой одежде то ну смысла вообще продавать такую вещь нет это знаете я недавно пытался поговорить с одним товарищем который живет нижнем новгороде и продает ножи оказалось впоследствии у меня оказалось что у меня есть два-три ножа его я покупал их правда не у него перекупщика но это я так понял его по судя по тем фотографиям ножей который присылал это явно его ножи вот и я если я не знаю стоит ли говорить или нет наверное я отдельно сниму свое видео об этом производители но интересно что он пытался мне меня привлечь к покупке вот этих ножей я ему написал что слушай ну у меня достаточно ножей для того чтобы использовать в охоте мне по сути новый нож как бы не нужен но если тебе интересно ты можешь прислать мне два-три экземпляра ножей и я буду пользоваться я ответственно не просто там по рекламирую их вот смотрите какой красивый нож нет я ими попользуюсь на охоте буду постоянно как бы использовать и посмотрю если они вот и как бы хороши да я обязательно расскажу в своем видео расскажу о положительных чертах этих ножей и так далее посмотри говорю вот мой канал смотри замечательный какой и я думаю что стоит как бы тебе выделить для того чтобы я на своем канале поговорил о твоем производстве но этот человек пожадничал очень сильно пожадничал даже как бы и одного ножа не прислал он мне стал пытаться там вот купить может ты купишь этот может и купишь этот и когда он мне присылал фотографии я увидел там вот как раз свои ножи я говорю слушай да подожди-ка такого у меня есть твои ножи вот и я ему прислали фотографию вот смотри вот этот вот это вот этот я у тебя покупал вот этого такой-то недостаток у этого такой-то недостаток вот этот то то-то то-то и как бы И все, да? То есть человек вместо того, чтобы Ну, давайте предположим Ну, пусть Вот если я, допустим, сниму видео И мне действительно нож понравится Как он говорит, там у него какие-то новые суперклассные ножи Ну, пусть посмотрят две тысячи Вот человек, две тысячи человек посмотрят это видео И пусть даже из охотников один из ста решится купить этот нож Ну, если один из ста Пусть даже не один из ста Один из двух ста, допустим, человек Решит купить этот такой нож, да? Один из двух ста То это уже 10 покупателей у него ножей Неужели сложно было бы отдать блогеру, да? Но чтобы он показал ради того Чтобы ты имел такую рекламу Нет, этот человек жадничает И не дает того, чтобы вроде как я продам Ну, пожалуйста, тем более, что я понял, что у меня они есть Но Вот таким же образом действуют некоторые производители Одежды охотничьи Которые, может быть, у них очень хорошие экземпляры Которые, может быть, у них достойные вообще рекламы И я, допустим, у себя на канале Как бы я за то, что я показываю какую-то одежду, экипировку или еще что-то Я не получаю денег Но если мне нравится вещь, почему бы ее не показать Как бы, да? Что там говорить? Иногда достается там от магазина охот-актив какие-то вещи недорогие Ну, и дорогие, может быть, какие-то вещи Бесплатно, да? Ну, и как бы и приятно И если эта вещь достойна ее, почему бы ее не показать? Тем более, что у них действительно одежда очень-очень высокого качества Я вот сейчас вот на поздней северной утке, на охоте и вот на гуся Я прям, я вам скажу так Ремингтон, вот тройка Ремингтон, которая вот, костюм Он меня просто спас Я не знаю, как бы я бы там мерз без их одежды Почему? Потому что холод, ветер, идет дождь И вот этот вот костюм тройка, он меня действительно выручил Да, я был мокрый, но мне было тепло Вот, поэтому тот производитель, который не жалеет денег на рекламу Он будет иметь продажи Тот, кто жалеет, тот, конечно, продажи иметь не будет В общем-то, и, собственно говоря, скорее всего Поэтому, поэтому в ближайшие года, скорее всего Останутся производители уже нам достаточно знакомые Это, наверное, Ремингтон останется Естественно, ну, я не говорю ситка, харкела и все это Скорее всего, ситка у нас будет продаваться в мире охоте и дальше Но, но, ценник ее будет все расти, 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 расти Почему? Потому что, ну, если человек покупает ситку богатый Значит, с него можно содрать бабла больше Поэтому оно будет продаваться, но оно будет практически недоступна для нас Будут Ремингтон, будут какие-то вот тритоны и все прайды Но хотя бы мы о них хотя бы что-то слышим Хотя рекламы у них практически нету Ну, абы какая реклама есть Если бы не было, мы бы вообще не слышали этого А все остальные производители, скорее всего, вымрут Просто вымрут из-за своей жадности Из-за своего упрямства Вот таким образом То же самое касается и экипировки, скорее всего Тот, кто будет от жадности заламывать цену Не рекламироваться, не пытаться улучшать свой товар Тот в ближайшие года, скорее всего, вымрет Почему? Потому что у населения нету денег покупать лишние вещи И народ будет, если кто... Да, хороший костюм купить разговоров нет, это круто Но все-таки эти вещи покупаются крайне как бы в напряженном человеческом состоянии Человек тратит, может быть, целую зарплату там или половину зарплаты на эти вещи И человек будет тщательно конкретно выбирать, что ему купить Лишнего он покупать не станет Поэтому вот эти все костюмы, которые висят Ноу-нейм непонятно какие В магазинах они все останутся исключительно на уровне бюджетном Из расчета там совсем на ребят, как бы не имеющих финансовой составляющей Вот, и висеть этим костюмом в фирменных магазинах Просто не имеет практически никакого смысла Дешевле поехать на рынок и купить там костюм дешевле, чем в магазине еще в два раза Вот таким образом То есть, скажем так Уровень одежды для охоты у нас будет расти Но ценник будет дорожать Это я говорю о профессиональной одежде, скажем так Бюджетная одежда останется однозначно То, что касаемо патронов Патроны однозначно будут дорожать Уже сейчас в некоторых регионах, допустим, сложно купить на лето семерку Почему? Потому что ее не завозят Но когда будут завозить, она будет дороже Сейчас специально держат некоторые производители для того, чтобы Просто чтобы у людей не было этих патронов И они покупали за такую цену, за какую они скажут Как они скажут, за такую и будете покупать И то же самое касается оружия Если мы не будем отдавать предпочтение нашему оружию То рынок закроется Денег у народа становится все меньше и меньше По той же самой элементарной причине ублюдочного капитализма Но в то же самое время капиталисты хотят этих денег все больше, больше и больше Когда придет, когда этот пузырь, или как это сказать Когда вот этот замкнутый круг лопнет Я не знаю Но, скорее всего, лопаться он будет серьезно Либо с жесткими указаниями сверху Практически революционными указаниями Либо это кончится тем, что внешний какой-то враг Или как это сказать, да Разорит их просто элементарно Это сделать вообще просто Вот, либо низы Низам надоест этим заниматься И люди начнут уже возмущаться по различным поводам Это не только касается оружия Это и продуктов и всего-всего Посмотрим, в общем-то Я вот рассказал свое видение обо всем Если интересно Да, видео получилось достаточно долгое Но еще раз предупреждал я о том, что я не тороплюсь И посиделочки такие поговорить по поводу этого всего можно Как заключение могу сказать так В будущем, если рассчитывать Допустим, я средний охотник Как говорят обыкновенные охотники Простой охотник Ну, простой охотник для меня это браконьер Скажем так, нормальный охотник, средний Мне нужно купить оружие, патроны, экипировку и так далее Что бы я сейчас предпринял, что бы я сейчас покупал Во-первых, я однозначно покупал бы российское оружие Иш-27, МР-27, может быть, бэушное МР-155 однозначно я купил бы Вот, то есть это однозначно российское оружие Второе, одежда Патроны Патроны я бы покупал сейчас Сейчас и как бы не самого плохого сегмента Скажем так, выбирал бы по цене серединку Ну, может быть, немного ниже середины Но самую дешевку, типа Сибири, Новосибирской Я бы не брал ни за что Вот, если это разговор о патроне Которым я планирую стрелять с двухстволки Да, это может быть там на охоту, в охоту Или еще как-то вот называются Всякие такие подобные патроны Если для полуавтомата, я бы брал что-то посолиднее, наверное, скорее всего Либо что-нибудь типа чейза, вот охот-актива Для полуавтомата пойдет патрон вполне солидно Вот И то, что касаемо одежды В настоящий момент я бы покупал При отсутствии у меня финансовой возможности Покупать от Ремингтон, допустим, одежду Ну, в основном есть у них бюджетные там марки Я бы их купил однозначно Если бюджетные какие-то костюмы Обязательно взял бы Но Реально я бы отдал предпочтение Таким маркам, как Тритон, Прайд И так далее То есть они пониже, попроще По цене, чем Ремингтон Но я вот насколько видел Это совершенно не влияет на качество Очень хорошего качества Сейчас шьют эту одежду И горка там Да, она тоже не дешевая Там 15-16 тысяч Но это того стоит И я бы, скорее всего, отдал бы предпочтение Вот этим костюмам Тритоновские мне очень нравятся Термуха у них очень неплохая Вот, скорее всего, так Но Для базового белья Вот я сейчас как бы Базовый комплект Вот термобелье Самое-самое нижнее В любом случае Я сейчас отдаю Топовым производителям Да, это дорого Но мне очень нравится Это Ремингтон Как самый дешевый То есть из того, что я выбираю И ситка Вот мне нравится Очень тонкая летняя ситка Это базовая термуха Прям шикарная вообще Лучше просто нету То, что более-менее потеплее Я бы взял Ремингтон И самое теплое Я думаю, тритоновские костюмы Вот термуха У них очень неплоха Вот таким образом Я бы делал, скорее всего Да, наверное Ребята Выражайте свое мнение Пишите комментарии Что конкретно Вы вот выбираете Да, что вы покупаете Особенно одежду Костюмы какие вы покупаете Какие цены Патроны какой ценовой политики Пишите свое мнение Как бы по поводу оружия Стоит ли обращать внимание Именно на российское оружие Интересно было бы Почитать вот все Что вы Как бы Ваше мнение По поводу всех этих вещей И еще у меня просьба есть Это, ребята Сделайте репосты Моих видео В социальных сетях Это ВКонтакте В Одноклассниках Чем больше вы Будете репостить Тем больше Эти видео будут видеть И мне как бы Это Ну Это дает плюс Определенный канал Хотя для вас Это занимает Две секунды Всего лишь Все Спасибо за внимание Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok